Привет интернет, привет зрители и подписчики. Всех с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, чтобы у вас впереди был только один позитив. И чтобы вы получали удовольствие от жизни. Также желаю, что в нашей стране мы оттолкнулись все-таки от экономического дна, то есть по экономике. И только расцветали, процветали, то есть улучшались. И чтобы все плохое было позади опять же. Значит, хочу вам показать свой подвальчик, который я обслуживаю. Тут 7 этажей выше. Хочу вам рассказать про разницу между ТСЖ, ЖЭКом, ЖКС. Так, по-быстренькому. Смотрите, ребят, в принципе подвальчик высокий. Другие тоже, в других новостройках тоже высокие подвалы. Легкодоступные коммуникации, легко обслуживаемые, ремонтно пригодные. Лишь бы только жильцы платили. Что в советских постройках во вторичке, что в современных ЖК, одна большая проблема, это собственники. Если в современных ТСЖ проблема именно, что много должников, это очень сильно влияет на эксплуатационные службы, на вовремя переделанные или отремонтированные какие-то узлы, части, то есть элементы в здании, то во вторичке это, конечно, сами собственники, именно их отношения. То есть многие не привыкли жить самостоятельно, не хотят ничего. Неблагополучных очень много, потому что сами они квартиры не приобрели, а достались их по наследству. Поэтому отношения вот такое не очень. В ТСЖ это лучше. Конечно, я не могу говорить за все здания, за все дома, за всех жильцов, но в принципе во вторичке, где люди живут советских времен, передают квартиры по наследству, там благополучность ниже. Соответственно, и сами жильцы не понимают, не могут выставлять требования, то есть те, которые достойны по отношению к тем, кто купил, приобрел квартиры в современных ЖК, в современных зданиях. Там люди более, более, не знаю, как вам сказать правильнее, более требовательные и прочее, прочее, прочее за это вытекает. Но опять же, и там, и там есть большие задолженности по коммуналкам. Если в ТСЖ с этим разруливают все ТСЖ и на его плечах вот эти проблемы все, то есть неуплата, где-то изыскивать средства, то куда уходят деньги, в том числе и мои, я живу в кирпичной хрущевке пятиэтажки, непонятно. Непонятно, то есть подвалы, если сравнить советские эпохи и современные, как вот эта земля и небо. Тут вы не увидите никакого мертвого животного, не увидите мусор, не увидите какую-то антисанитарию. Конечно, бывают аварии по канализации, но это все убирается и, в принципе, в сжатые сроки все делается. Что не делается в тех зданиях, что обслуживаются ЖЭКами и ЖЭКСами, в том числе и мой дом. То есть флошная антисанитария, блохи, кошки, мертвые, да, из них встречаются, выбиты отдушины подвальные, частично испорчены трубы канализации, причем сами сотрудники этих эксплуатационных служб это делают, потому что просто нету банальных ревизий, нету нормальных вот даже вот тройников не стоит там, где надо, да, чтобы прочистить канализацию. При этом, поэтому сами сотрудники выбивают молотками верхнюю часть, да, то есть и прочищают, потом это все трескается, дальше идет и приходит в негодность. И вот у меня такая ситуация в том доме, что я обслуживаю, в том доме, что я живу в Сестрорецке. То есть проблемы просто, ну, налицо, и наш дом, где я живу, он только через 12 лет будет, будет там капитальный ремонт, то есть надо еще 12 лет ждать, вот, поэтому, конечно, жильцам это не нравится, скидываются деньгами, чтобы самим сделать канализационные трубы. То есть я в этом участвую, принимаю непосредственное участие. Видите, какая большая разница. Так что, опять же, если вы хотите устроиться в обслуживание здания советской эпохи, то я бы вам, ну, мягко говоря, не рекомендовал, потому что вы будете больше ездить по заявкам, по квартирам, но не будете ничего делать, что вы должны делать по плановым работам. У вас просто, не знаю, не будет средств, не будет материалов, я не знаю, куда уходят деньги, то есть куда уходят деньги собственников, за что они платят. То есть все задаются вопросом, то есть и подвал закрытый на ключ, многие собственники даже не знают, что у них творится. Здесь же может любой спуститься в подвал, посмотреть, в каком состоянии коммуникация находится. И это будет безопасно для него, то есть он ничего не подцепит, путешествие по подвальным помещениям. В советских постройках, я думаю, что не очень хорошо будет. Также хочу еще сказать, что если вы все-таки хотите приобрести квартиру во вторичке, и опять же в том числе рассматриваете советские здания, то опять же смотрите на этажность. То есть я вот купил себе в кирпичной хрущевке не выше пяти этажей. Было бы на тот момент при покупке, ну, когда я рассматривал различные варианты, были бы ниже этажность за адекватную цену бы, то я бы, конечно, купил бы чем ниже, тем лучше. Потому что хоть там плохо все это дело обслуживается, и деньги непонятно куда утекают, но эти коммуникации несут меньше нагрузку, потому что маленькая этажность. И в принципе еще даже что сделано из металла, что должно было сделать из металла, то есть аварий в принципе в таких домах очень низкая, то есть меньше будут жильцы, собственники сидеть без воды, как-то так. Чем, соответственно, выше этажность, как я говорил в прошлых видео, чем выше нагрузка, выше давление, выше температура, чтобы всем жильцам, всем собственникам было комфортно пользоваться. Вот, как-то так. Ну, опять же, вот в моем доме по минимуму всякого оборудования, в том числе сантехнического, все находится в котельных, и еще там где-то, поэтому по минимуму в доме, то есть опять же, оно, соответственно, если выходит из строя, то сразу меняется на несколько домов, вот, что тоже плюс, как бы, здесь же вот, в этом ТСЖ, да, то есть если что-то выходит, то это будет как бы зависеть на весь дом, как бы, и надо в свое время это все дело заменить, посмотреть, да, или даже провести профилактику. Опять же говорю, из-за того, что очень большие долги по коммунальным платежам в любом, в любом жилом здании, что вторичка советская, что современная ЖК, то выбирайте всегда те ЖК, где долгов меньше, в общем, где ваши соседи платежеспособны, в общем, как-то так. И тогда будет вам счастье. Но опять же, этажность, чем ниже этажность, тем лучше. Возможно, в будущем более низкая этажность здания будет более продаваема, да, то есть пользуется спросом, и, наверное, скорее всего, она будет выше в цене. Ну, опять же, люди живут, сравнивают и, конечно, делают выводы, да, что им лучше, ну, как человек, который занимается эксплуатацией, вот, и в сантехнике 20 лет, то я вам скажу, говорю, что я бы не стал бы обслуживать этот дом, если тут было бы выше 10 этажей. Я просто заманался бы, понимаете. Тут один сантехник, да, то есть я, и я просто замучился с этими авариями. Вот, как это через дорогу у людей, то есть вот в современных ЖК так же, где постоянно что-то рвется, постоянно что-то ломается, и надо планово заменить большие участки коммуникаций, а на это нет средств, потому что так же большие долги. Везде, везде долги сейчас. Плохая проблема, ну, в смысле, плохая экономическая ситуация в стране, да, то есть потребительская способность падает, соответственно, и платежеспособность. Соответственно, и есть какие-то долги скапливаются. Это все отражается на коммуникации, то есть на качестве жизни, да, потому что где найти за, когда в ТСЖ долги, где найти сотрудников на определенные зарплаты, да, ниже, может быть. Их, опять же, могут сократить, да, то есть вот материалы на что купить, и прочее, где, на что, в смысле на что вовремя поменять трубы, то есть на какие средства. То есть это очень, ребята, очень важно. Поэтому имейте в виду при рассмотре, при покупке, то есть. Ну и вообще, я советую всем побольше уделять внимание в том здании, если вы живете в квартире, в котором вы живете. То есть как там, что проходит, то есть быть каким-то активным, вот. И если вы платите, да, то вы должны и за этим следить, то есть контролировать процесс, куда уходят деньги. Тогда, я думаю, что коммунальные службы просто будут вынуждены, да, то есть сделать все так, как должно быть, да, то есть, вот. А не, опять же, как в моем случае ждать 12 лет, когда там снизойдут, как бы, да, высшие силы и сделают капитальный ремонт. Опять же, непонятно на что, непонятно, какими руками это будет сделано, да, то есть банально просто. У меня в доме канализация лежит где-то на полу, где-то провисшая, то есть не знаю, как она работает и как часто забивается. Я тоже, потому что я живу не на первом этаже, то есть, а первые этажи иногда страдают, рассказывают, да. Так что, как-то так, надеюсь, вам это видео понравилось, было информативным, то есть, ну, я просто рассказал, да, то есть, вот, свой опыт, то есть, то, что я вижу и там, и там, то есть, и в тех, и в тех подвалах я за 20 лет полазил, как бы, мне больше нравится вот по таким подвалам ходить. А как вам, ребят? Напишите это в комментариях. В общем, до новых встреч, с наступающим еще раз. Всяких благ вам и до новых встреч. Пока.